Ну а дороги остаются главной транспортной схемой региона и пока не откроется зимняя дорога, цены на мясо в Якутске останутся достаточно высокими. Но рост цен на мясную продукцию на внутреннем рынке зависит и от других факторов. В том числе из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота в регионе, из-за этого доля собственного мяса в республике невысока. 26% по говядине и 54% по жеребятине. За последние пять лет количество КРС в республике сократилось на 53 тысячи голов, оленей на 21 тысячу. А вот количество лошадей неуклонно растет со 170 тысяч в 2012 до 244 в этом году. При этом дорогое местное мясо продают как на рынке, так и, что называется, из рук самих фермеров. Стоит ли ожидать снижения и останавливает якутян от покупки местного мяса его высокая цена, выясняла Юлия Михайлова. Мясное есть местное и рекомендовано, а привозное непонятно какое. Пока не откроется ледовая переправа, жителям столицы придется переплачивать за основные продукты питания, составляющие основу рациона якутян – мясо, рыбу, молочную продукцию. Рост ежегодно где-то в процентном соотношении на 30% вырастает. Но потом, когда переправа откроется, когда предложение будет больше спроса, тогда уже цены устанавливаются обычные, которые до нового года сильно не меняются. Если цена за килограмм говядины первого-второго сорта превышает 400 рублей, значит, это местная продукция. Мясо высшей категории от якутских производителей не может стоить меньше 500 рублей. У нас в расход идут распиловка мяса, арендное место, электричество, груз и переработка, вот, допустим, на суповые наборы мы все, вот это хаш. Это же все равно кто-то делает, не мы же сами. Мы берем вот такое мясо и все перерабатываем. Это все идет в расход. Это все учитывается. Совсем в недавнем прошлом цены на один из основных продуктов северян – мясо – взвинчивали перекупщики. Сейчас почти по такой же стоимости стараются сбыть свое мясо и сами фермеры. Благодаря соцсетям мясо быстро распродается практически в пределах родной деревни. Коровы-то не у всех. Местные сами продают в деревнях. По WhatsApp там это. Поэтому нынче местное мясо мало. В деревнях большинство не держат же коров. Еще один путь сбыта – оптовая продажа через кооператив. Мясо высшей категории получается на 100 рублей дешевле, но нет и лишних затрат. Так удобно, конечно, чтобы время не терять и быстро револютируется товар. Раньше я на крестьянском продавал, по доставке. Через свою торговую сеть кооператив продает это мясо практически по закупочной цене – 400 рублей за килограмм. Стоимость уже заложена торговая надбавка в 20%. У нас сена не очень дорогая получается, потому что заготовительная сена и реализуемая сена регулируется. Потому что это часть, в которой у нас и поддержка правительства есть на реконструкцию, на строительство. Но играть первую скрипку в ценообразовании на местное мясо единственный в республике крупный сельхозкооператив не может. По говядине Якутия обеспечивает внутренний рынок своим мясом лишь на 26%, по жеребятине – на 54%, а оленина – вот уже несколько десятков лет считается и вовсе деликатесом. В республике до сих пор действуют моратории на забой домашнего оленя по причине недостаточного поголовья. Сокращение количества скота в личных подворьях сельхозпроизводителей – пожалуй, одна из самых главных составляющих неуклонного роста цен на все виды мясной продукции. Поэтому все большая часть прилавков заполняется мясом из других регионов страны. У меня 350, 380, 400, 450. А мясо откуда это? По-моему, я даже не спрашивала. Ну, весь якутий на этом мясе есть. Вся Якутия, наверное, держится. Ну, наше российское мясо. Ну, наше мясо, конечно, несравненно вкусное. Несравненно хороший вкус имеет. Потому что, видать, у нас в Якутии трава хорошая растет. Юлия Михайлова, Григорий Охлопков, Владимир Таюрский. Якутия. День за днем.